Губернатор края Владимир Владимиров отказался от своей месячной зарплаты и призвал последовать своему примеру членов регионального правительства. Об этом глава Ставрополья заявил сегодня на еженедельной планерке. Чем вызвано такое решение и на чем еще будут экономить, расскажет Кира Рогожина. Режим экономии включен. Так губернатор края Владимир Владимиров решил компенсировать бреши в региональном бюджете. Как бы там ни было, нам придется все равно экономить на себе. Поэтому я предлагаю, во-первых, своим заместителям вопрос административных отпусков. Вы должны будете раз за этот год пойти в административный отпуск. Но так как вы не можете уйти с работы, потому что я вас нуждаюсь, просто я написал уже такое заявление, откажитесь от одной месячной заработной оплаты. Причина такого решения в отставании поступлений налогов в казну. Реальные цифры в плане на январь на 26% ниже запланированных. И основная причина этого падения – это налог на прибыль организации, впервые достигнув отрицательного значения за месяц. То есть у нас не поступление, у нас возвратов больше, чем поступление. В общем, самое время задуматься об оптимизации. Как прозвучало, корректировать нужно не только доходную, но и расходную часть бюджета. 47 миллиардов рублей – это фонд заработной платы бюджетников и другие социальные обязательства. Их никто секвестировать не будет, подчеркнул губернатор. А вот управленческой команде придется затянуть поясца. К министрам обращаюсь. Отрабатывайте в коллективах вопрос административных отпусков. 10% фонда заработной платы должно быть сэкономлено за счет административных отпусков. Дополнительными доходами в краевую казну должны обернуться итоги выставки «Продэкспо-2016», которая недавно завершилась в Москве. Там свою продукцию представили около 30 ставропольских предприятий. Подписаны контракты и соглашения на сумму более 100 миллионов рублей. Кроме того, шесть предприятий получили медали за качество. Владимир Владимиров поставил задачу наращивать долю местной продукции в премиальных сегментах российского и мирового рынков. Сегодня макаронные изделия 45% у нас на экспорт уходят из Российской Федерации, производимых с второполистом края. Если даст Бог, то в течение ближайших полутора месяца цифра будет 75%. Нужно ездить и нужно поддерживать своих производителей, участвовать в переговорах, всячески поддерживать. Потому что самая главная наша задача – сбыть нашу продукцию теперь. Коснулись и ситуации с гриппом. Как прозвучала, инфекция отступает. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на Ставрополье за прошедшую неделю снизилась на 25%. Кира Рогожина, Ставропольское телевидение.